Мама растила меня одного. Папа не был, он ушел, когда мне было там три года, и маме было очень тяжело. Я с детства оставался все время один, и как-то моя мама накопила на холодильник, хороший холодильник. И один из моих друзей, когда уже собирался домой, он случайно задел холодильную доску, и она, когда падала, черепнула по этому холодильнику, оставила царапинку. В этот самый момент я понимал, что в принципе со мной произойдет вечером. И когда пришла моя мама, я даже себе представить не мог, что будет столько гнева. Прижала меня к двери, начинала трясти, говорит, какая же ты скотина, мягко говоря, там был мат, и я не понимал, как. Я такой маленький ребенок, но столько гнева я никогда в своей жизни, наверное, не переживал. Когда, в принципе, я рос, в семье была неблагополучная обстановка. Все свое детство я помню, что я был какой-то виноватый во всем. То есть стол там неправильно вытер, я получил замечание, там двойку принес. И со временем, когда я рос, я начал начал верить в то, что я какой-то не такой. Когда у тебя слабая самооценка или вообще у тебя ее нету, на тебя очень сильно влияет мнение родственников или окружающих, особенно твоей мамы. И когда это мнение, оно негативное, я же питаюсь этим мнением, правильно, чтобы сформироваться. И оно негативное, этот негатив меня формировал. С класса 5-6 я начал замечать, что меня начинают ребята стебать и тем самым заставляют меня чувствовать в том, что я какой-то, ну, отшельник, чувствовал какую-то доверженность. И я жил в каком-то проклятии из-за того, что осуждал сам себя, не принимал сам себя, какой я есть. Я себя стеснялся. Я стеснялся своих желаний, мыслей, себя самого внутреннего. Я себя не принимал вообще. Так случилось, что я случайно познакомился с одним моим знакомым. Он ходил в христианский центр восстановления. Он пригласил меня в церковь и там люди были немножко другие. И я это почувствовал. И первые там вот эти вот мои служения, на которых я был, я чувствовал, как какая-то сила вокруг меня стоит или присутствует. Я этого не понимал, но я рыдал на взрыв, потому что понимал, что я живу неправильно. Из-за того, что я себя сам осуждаю, из-за того, что у меня неправильное отношение с моей мамой. Так было четыре подряд служения, то есть я прям рыдал. И обычно как общество реагирует? О, он в себе не уверен? Его можно стебануть, его можно подколоть. И он не ответит взамен, то есть он не даст отпор. И придя на служение, я почувствовал ту самую атмосферу, где действительно я могу раскрыться, где я могу почувствовать себя нормальным, где тебя не будут подкалывать, где ты не будешь себя чувствовать каким-то странным, где ты можешь реализоваться творчески, как личность. И я это понимал, и постепенно моя самооценка начинала там расти. Люди принимали меня таким, какой я есть. И когда ты понимаешь, что люди тебя там принимают, ты не боишься раскрыться там и показать себя, какой ты есть на самом деле. И во многом это очень сильно меня спасло. Если сейчас, когда я уже изменился, мама начинает себя вести как в детстве, то мне помогает то, что она на самом деле так не думает. Ее срывы на меня, ее какие-то проявления агрессии больше меня не формировали. Я знал, что это просто эмоции. Но именно Бог помогал мне не вестись. Сейчас я стал очень уверенным в себе. И это чувствует коллектив на работе. Туда, куда я прихожу, все понимают, что я очень уверенный и уравновешенный в себе человек. Даже незнакомые люди, которые слышат мой голос, они уже делают вывод, что ты очень сдержанный, что для меня является большим комплиментом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова